Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Неделю назад я приехал из Чикаго и хочу поделиться своим опытом и полезной информацией для тех людей, которые планируют путешествовать, ездить и, соответственно, проехаться по трассе Interstate 80, которая трансконтинентальная трасса, которая идет аж из Колорадо через Небраску, через Айву и до Иллинойса и дальше уже в сторону Атлантического океана. В чем заключается полезная информация? В Чикаго я уже несколько раз ездил на машине и в основном использовал маршрут, когда переезжаешь через мост, через реку Миссисипи на границе между Айвой и Иллинойсом, после чего попадал на развилку и выезжал на платный Interstate 88, так называемый Ronald Reagan Tollway. Проблема сейчас в том, что как только начинается платный участок вот этой самой дороги 88, на ней начинается ремонтная работа, но Google Map эту информацию у себя не отражает. Причем этот ремонт начался еще где-то в июне месяце, если не в мае, и движение крайне затруднено. То есть попав на этот платный Interstate, съехать с нее вы уже не можете на протяжении, где идет ремонт. А плата взымается, поэтому скорость резко падает. В этот раз я решил проложить машину в другой и сразу после того, как попал в Девинпорт, я поехал по объездной 280, потом ушел на 80-ку и пошел по дублеру непосредственно по самой 80-ой трассе. Да, с точки зрения километража вот этот участок дороги получается немножко больше, если ехать до Чикаго, но меня ожидало несколько весьма и весьма хороших сюрпризов. Во-первых, в отличие от этой платной дороги, на вот этой 80-ке очень много Rest Area, которые практически через каждые 30 миль идут. Это раз. Второе, я обнаружил как минимум три Rest Area, даже не Rest Area, а, скажем так, съезда с бензоколонками и сопутствующей инфраструктурой, где была самая рекордно низкая цена на бензин. Доллар 71, в то время как на трассе если заправляться достаточно хорошей ценой на остановке Trackstop, а его 80 считается цена доллар 85, вот, а здесь доллар 71, то есть это очень хорошая цена. Рекордная, хочу сказать, вот на том участке трассы от Омаха до Чикаго, это прямо рекордная цена, и даже у нас в городе такой цены нету, доллар 71, вот. Но вот этот фрагмент неприятный, он как бы здесь отсутствует полностью, то есть. Поэтому всем, кто путешествует, я рекомендую вот эту 80-ую трассу, 88-ую трассу забыть, а ехать именно по нижней, по 80-ке. Попав вот на 80-ую трассу, вы серьезно экономите по деньгам. До этого я использовал услуги электронного ключа. Кстати, те, кто из Чикаго, настоятельно рекомендую заранее на сайте зарегистрироваться и купить iPass. Это такая маленькая пластмассовая коробочка, она вешается на лобовое стекло, привязывая к вашему аккаунту, который вы экономите, во-первых, свои деньги, когда идти по платной дороге, вы проезжаете через красной gate, через красные ворота, где автоматически списываются ваши деньги с вашей пластиковой карточки или там с аккаунта. А во-вторых, это в два раза дешевле. То есть, когда вы пользуетесь этим электронным ключом, достаточно легко в интернете погуглить, набрать iPass, и, соответственно, вы попадете на их сайт и эту коробочку закажете. Нам нужно заплатить залог, и в течение недели она придет, и вы ее активируете. То есть, для поездки в Чикаго это вещь крайне необходимая. Но вот, воспользовавшись этой нижней магистралью, я практически заплатил за использование платной дороги только непосредственно в самом Чикаго, когда уже подъезжал к рапорту, и как бы уже была безвыходная ситуация, и надо было как бы попадать туда. Вот. Что могу сказать про Чикаго? Мнение о городе резко ухудшилось, потому что, по сравнению с моими прошлыми поездками весной и летом, сейчас очень большие пробки. То есть, первый раз я поехал две недели назад, потом перерыв через неделю назад. То есть, вот два раза сейчас вот ездил подряд, и оба раза попадал в конкретные пробки. То есть, видимо, дорожная ситуация, может быть, в связи с осенним сезоном, может, еще как-то она ухудшилась. То есть, сейчас достаточно проблематично быстро попасть в аэропорт с окраины города, с съезда, и можно потратить полтора часа как минимум, прежде чем вы окажетесь в аэропорту. Ну, самый неприятный для меня был сюрприз – это отношения со стороны не этих людей, которые промышляют бизнесом по эвакуации машин. Вот. Видимо, у них ситуация сейчас с деньгами крайне напряженная, они высказят любой способ, как срубить денег. В Чикаго это бывало неоднократно, но вот с таким хамством я еще не сталкивался. Мы приехали с друзьями в China Town, запарковали машину на стоянке перед Walgreens. Нельзя сказать, что это как бы публичная стоянка, но и стоянка, которая как бы предназначена для клиентов этого магазина, этой аптеке. Мы зашли в аптеку, ничего себе не купили, и пошли в ближайшую китайскую лавку посмотреть, что там делается, и заодно перекусить. Всего мы отсутствовали приблизительно где-то час. Когда мы пришли, мы не обнаружили свои машины, и у нас было целое приключение, как свою машину разыскать. Благо на столбе была надпись о том, кто занимается эвакуацией этих машин. Когда мы приехали забирать нашу машину, мы столкнулись с весьма хамским отношением со стороны персонала. Понятное дело, что эта компания зарабатывает деньги любым способом. Даже не помог звонок адвокату к юристу, который пытался с ними пообщаться и понять, на основании чего была вывезена машина. Если люди, собственно говоря, на законных основаниях остановились перед магазином, изначально пошли в этот магазин, и никто не планировал машину парковать на ночь или еще что-то. Вот такой способ у людей зарабатывать деньги. Если вы едете в крупный город типа Чикаго, то с парковками нужно быть очень усмотрительно, и искать место, где можно машину реально запарковать на длительное время без каких-либо последствий. Так что мое мнение об этом мегаполисе стало еще более хуже, чем оно было раньше. То есть пробки плюс еще эвакуационные машины. Вот, собственно говоря, та информация, которую я хотел рассказать про Чикаго. А дальше я надеюсь, что сейчас я разгребу свои текущие дела и начну уже в рабочем режиме выкладывать новые видео на разные темы. Хорошего всем дня! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok